Светлана Аносова, председатель экологической организации ЖАСЛДАЛА. Вместе с другими активистами занимается проблемой переселения Березовки уже лет 15. Для нее сегодня волнительный день. Она идет в сельский клуб, где надеется услышать долгожданное решение властей о переселении. Население села добивается этого в связи с частыми обмороками у местных детей из-за отравлений, которые связывают с соседством с крупным месторождением газа. Это та цель, которой мы добивались, даже если это не наша заслуга. Я рада, что все-таки народ будет отсюда переселен. В сельском доме культуры власти наконец озвучивают долгожданное решение о том, что переселение планируется в связи с расширением санитарно-защитной зоны вокруг Карачаганахского месторождения, что в нескольких километрах от села. Но новость не вызвала у березовцев особую радость. С санитарно-защитной зоны включены с села Березовка и Бестал. Согласно заключению, обновленная санитарно-защитная зона вступит в силу с 1 января 2018 года. Выслушайте, выслушайте, выслушайте. Заместитель Акима района Кайрат Утигенов заявляет о возможности переселить 75 семей уже с конца этого года. Жителям села Березовка предлагается два места. Оба недалеко от нынешнего места жительства. Это переезд в квартирные дома в городе Аксайд, также продолжение. Переезд в село Оралтал, город Аксайд, переезд в село Бурлин. А также компенсация по рыночной стоимости имущества, рассчитанной независимой оценочной компанией. Жители Березовки требуют переселения в более благополучную экологическую зону, в областной центр Уральск. Вы нам хорошую зону выбрали. Аксайд, конденсат, ни воды, ни дерева, одна пыль, асфальт горячий. Мы все там живем и ездим каждый день на работу. Почему не самый красивый город Уральск, почему нет? Почему зеленый такой, в Казахстане такой, экологически чистый город? Почему мы не заслужили в этом стоимость? Выбор этих мест. Аксай находится в 25 километрах, а Бурлин в 60 километрах от Березовки. Власти объясняют тем, что не могут переселить сельчан за пределы Бурлинского района. Активистка Светлана Аносова с Конституцией на руках опровергает эти ограничения. Вот книжка, которую должен иметь каждый у себя дома, потому что нарушение законов на местном уровне, оно часто и густо. Вот, например, статья 21 гласит. Каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного передвижения по ее территории и свободный выбор места жительства, кроме случаев оговоренных законов. Какие это случаи? Покажите, пожалуйста, нам документы. По каким документам нам предоставляют те места проживания, куда мы не хотим ехать? Вы нарушаете 21 статью закона. Просьбу Аносовы проигнорировали. 28 ноября власти обещали начать подворовой обход свыше 400 домохозяйств, чтобы оценить имущество каждой семьи для возмещения компенсации при переселении. В селе Березовка проживает около 1700 человек. С конца 2014 года, когда здесь произошло массовое отравление детей неизвестным по официальным данным газом, в Березовке повторяются обмороки среди детей. Сельчане связывают это с выбросами на соседнем Карачаганахском нефтегазоконденсатном месторождении. Власти эти заявления отрицают. Санатур Налиев. Специально для Азатык ТВ. Специально для Азатык ТВ